Но вы меня не обманете. Знаете, есть такая турецкая поговорка, она говорит так, если перед вами присела львица, это еще не значит, что она вас приветствует. Вот, такое вы меня произвели приятное впечатление. Ну, тем не менее, начнем знакомиться. Зовут меня Симаков Леонид Павлович, 41-го года рождения. По образованию я театральный режиссер. Как случилось такое несчастье, что я стал сочинять и петь под гитару песни, я вам в трех словах расскажу. Это действительно несчастье, потому что для меня существует два ремесла. Самый трудный для моих огромных рук – это набирать номер телефона и играть на гитаре. Вот мои друзья-врачи, они, так сказать, считают, что физически я делаю, впрочем, делаю, так сказать, невозможное. Ну, вот и теперь. Нужны были песни для спектакля. Испанские комедии – это 68-й год, город Красноярск. В это время там были ваши знаменитые ленинградские барды – Кукин и Вихарев с концертами. Ну, бардовские голоса в то время были самыми, что ли, яркими проявлениями демократического движения мысли. И, конечно, концерты пользовались огромной популярностью. И после концерта, в одного из концертов, я предложил Кукину делать песни в спектакле. И он сказал, что, ну, испанская тема – это очень не мое, говорит, дело, за туманом, там, туристские дела – это понятно. Ну, ты сам стихи сочиняешь, пишу песню. Вот я, говорит, тебе покажу два аккорда, вот такой вот, вот такой. Я, говорит, еще один знаю, но тебе трудно будет. Ну, я первые несколько песен сочинял именно на этих два аккорда. Одну из них именно из этого спектакля я сейчас покажу. Называется «На куплете инквизиторов». В спектакле ее пели именно инквизиторы. Ну, кто такие, вам объяснять не надо. Вы, понимаете, в черной одежде с красными подбоями. Такие довольные, лосняющиеся. Ну, инквизиторы. И эта песня, так сказать, ну, мемориально осталась с тех времен, чтобы показать, какие настроения в то время гуляли. Действительно, на репетиции спектакля были... У нас часто присутствовали люди, которые ни малейшего отношения к театральному делу не имеют. Это из самых различных ведомств и, конечно, у нас это производило очень тяжелое впечатление. Некоторым образом это отражалось и на зондах, естественно. От Костелли до Сибири Все тилили-били-били-били-били-били-били-били-били-били-бимьем От Костели до Сибири Горешных били-били-били-били-били-били-били-били-билем Деретиков распределяем по кастрам Кто слабее, тот глупее Кто сильнее и тупее, тот умнее От потопа до помпеи Помнили только те, кто побледнел На этом сирить можно, все на том нельзя А, царь решит, а, так и сяк А, и не напрасно, скажет вам, иной посяк А, чем в рясе, а, тем дурак Нашу веру мыльны леем Кто не верит, тем она тема и смерть Чтоб злодеям, галилеям Неповадно было на них смотреть На небе нет, кроме Бога, никого А, нет, как нет, а, нет, как нет А, присмотреть, нет, ты Бог знал А, но это, а, наш секрет Мы не звери, что, что Мы везде, но нас не надо замечать Днем и ночью мы готовы Нас самих от наших мыслей защищать Нас нет нигде, но мы, простите, все же есть А, нас не счесть, а, ой, не счесть А, мы знаем, где он, надо кстати, где вам сесть А, мы всюду, а, даже здесь А, мы знаем, где он, надо кстати А, мы знаем, где он, надо кстати Продолжение следует...